Всем привет! И вот, наконец-то, у меня получилось записать свой видеоблог о восточных танцах Великой Витании. Это был действительно непростой процесс для меня, время, настроение, всё время что-то не получалось, поэтому я действительно очень рада, что наконец-таки вот он. И это моя первая часть, и здесь мне хотелось рассказать немного о себе, о процессе поиска университета, о том, как я выбирала эту страну, ну и вообще в первых впечатлениях от Лондона. Сразу же мне хотелось бы сказать, что это лишь моё впечатление, и, естественно, оно у всех разное, то есть если вы поговорите, может быть, с другой девушкой о восточных танцах, у неё будет своё мнение, да, но, тем не менее, мне бы хотелось поделиться вот именно своими впечатлениями, и я буду очень рада, если мой рассказ покажется вам интересным, если вы захотите задавать какие-то вопросы, смело делайте это, и я постараюсь на все ваши вопросы отвечать. Итак, часть первая. Восточные танцы Великобритании. Мои впечатления от Лондона. Ну и для начала мне бы хотелось рассказать немного о себе. Меня зовут Юля, творческий псевдоним Ялар. Я очень люблю этот псевдоним, он со мной, наверное, с самого начала, и я уже надеюсь, что он со мной останется. Я действительно оборачиваюсь, я из тех людей, которые оборачиваются, когда меня зовут Ялар, то есть я абсолютно гармонично себя чувствую с этим именем, но это не значит, что я свое Юля имя не признаю, нет. Но я просто знаю, что если мне кто-то зовет Ялар на улице, я точно знаю, что, ага, восточные танцы, то есть сразу вопросов больше не имеется. Заниматься восточными танцами я стала где-то с лет 16, по-моему, да, то есть я уже была в школе, в старших классах, и это была любовь с первого взгляда. Я действительно влюбилась так, что, ну, я не пропускала тренировки, я обожала своего тренера, я прям чувствовала что-то, что я точно не буду бросать в ближайшее время. И так оно и случилось, то есть уже сколько лет прошло, я до сих пор занимаюсь восточными танцами, и, наверное, уже это на всю жизнь. Достаточно скоро после начала обучения, наверное, года через три, по-моему, я уже стала преподавать, и, в принципе, шло всё хорошо, и мне это очень дело нравилось, но я считаю, что самые такие вот любимые мои воспоминания, это тогда, когда я стала уже работать буквально за три года до переезда в Великобританию, кстати, я стала работать в дворце школьника, и это Рижский дворец школьника, если вот так вот чётко сказать, да, и мне нравилось очень работать там, во-первых, потому что там приходили дети совершенно разного возраста. У них была минимальная оплата, по-моему, 10 евро они платили поначалу, и эта оплата, она шла в основном на, соответственно, билеты куда-то мы вот ездили, там оплату путешествий, оплату участия в конкурсе, да, то есть эти же взносы, они шли обратно детям, что было, конечно, здорово, и это позволяло заниматься восточными танцами всем тем, кто хотел этим заниматься, то есть можно было встретить детей с абсолютно разных семей, и я считаю, что это был огромный плюс восточным танцам, и это, ну, скажем так, познакомило больше детей с ним, с этим танцем. Также я очень любила конкурс, который мы сделали вместе с моей коллегой Алиной Чаус, конкурс назывался Думтек, соответственно, это был конкурс восточного танца, и он был изначально нацелен на то, чтобы развивать восточный танец именно в Латвии, то есть мы его сначала задумывали как именно местный конкурс, но потом, в принципе, наши соседи Литва и Эстония, они стали приезжать, участвовать, естественно, мы были очень-очень рады, и вот так потихонечку он стал развиваться. Но, к сожалению, когда я переехала, уже было мне действительно достаточно сложно что-то организовывать, сидя здесь, поэтому я, конечно, все равно надеюсь, что я его еще смогу сделать, ну, точнее, мы вместе с моей подругой, да, с Алиной, но там, как говорится, уже посмотрим, как оно будет на самом деле. И спрашивается, как же вот все это, что у меня было, я так просто оставила и переехала жить в другую страну. Это непростой вопрос, но я, мне его часто задают достаточно, по крайней мере, задавали, когда я только переехала, и я могу абсолютно четко сказать, что вот, ну, прямо такого ответа нету. Я просто чувствовала, что мне надо куда-то переехать, вот мне надо попробовать в другую страну. Я считаю, что это все из-за того, что я уже где-то в 2012 году первый раз уехала на обучение в другую страну, это была Турция, по программе Erasmus, это программа обмена студентами. И я уехала в Турцию изучать турецкий танцевальный фольклор, то есть в университете. И это был потрясающий опыт, и такой, скажем, в скобках, если кто-то из родителей меня смотрит, и если у вас есть такая возможность, обязательно ее используйте. Это действительно здорово, это потрясающий опыт, это открывает вообще изнутри, не только человек открывает мир вокруг, но и ты сам себя чувствуешь по-другому, да, то есть ты внутри себя, ты вдруг понимаешь, ага, это точно, нет, это точно, да, это я люблю, это мне не нравится. То есть ты ответишь сам за себя, и это, ну, в принципе, какой-то шаг к ответственности. Поэтому я считаю, что это действительно классный был опыт. Сначала мне, конечно, было страшно немножко уезжать, потому что я думала, вот, я оставлю свою студию, там, а как же, как же. И когда я приехала, я поняла, что как будто ничего не изменилось, всего лишь пришло сколько, полгода там, да. А все мои студенты вернулись ко мне обратно практически, и не было такого ощущения, что я что-то такое пропустила. Поэтому, если есть такая возможность, то обязательно используйте, ну, действительно классная. И вот после того, как я вернулась в Латвию после вот этого, соответственно, после этой поездки, то я поняла, что я хочу продолжать это, я хочу попробовать получить образование в другой стране, магистратуру. И я стала активно искать. И первый мой выбор пал на Германию. Объясню, почему Германия, потому что я в школе с первого класса изучала немецкий язык, это была немецкая школа, и поэтому немецкий как бы был более, ну, так, скажем там, гармоничным исходом, да. И Германия, она славится тем, что у нее хорошее образование, и образование относительно бесплатно. И мы с моей подругой стали собирать чемоданы, и мы поехали путешествовать автостопом по Германии. Это был мое второе путешествие автостопом, первое у нас было в Турции, и это, ну, это все другой разговор, я не буду уходить, но скажешь, как раз, что это супер, это обалдеть, как классно. И вот мы поехали автостопом по Германии, мы заезжали в разные университеты, в разные города, и общались с людьми, общались, соответственно, нам повезло, и мы даже попадали, общались с людьми, которые там учились. В общем, опыт был очень интересный, но то, что я там увидела, я поняла, что именно то, что я хочу изучать, там такого нет. То есть, по крайней мере, мне там вот в этих университетах, которые я находила, мне не попадалось. И это было немного грустно, потому что Германия, в принципе, мне очень нравилась. Германия вообще как страна мне нравилась, по крайней мере, вот из тех путешествий, из тех поездок, когда я там была, Германия произвела на меня впечатление. Но университеты в основном там были о балете или о модерне. Я даже вот сейчас не помню, была ли там программа, которая была посвящена фольклорным танцам, по-моему, даже я не встретила. Может быть, она есть, но я ее не видела. И я просто поняла, что все, что я могла бы изучать там, это не совсем подходит мне. Поэтому я приехала в Ригу, я была расстроена и не знала, что делать, потому что я уже настроилась, что все, я точно куда-то поеду. И вот это вот состояние, что нет, я хочу точно, оно, конечно, не давало мне покоя. И я следующий такой, скажем так, рациональный выбор, это была Германия. Ну, простите, после Германии была Великобритания. В Великобритании не все так просто. В Великобритании уже всем понятно, что это платная страна. Здесь платить надо за все везде и под любым углом. Ну, чихну, заплати. Поэтому созреть на это мне было гораздо сложнее. И тем более, что я ни разу до этого не была в Великобритании, поэтому я не знала, что меня ждет. Но, тем не менее, когда я стала искать в интернете информацию, я удивилась, когда я нашла очень много университетов и программ, которые, в принципе, действительно были интересны. И после определенных поисков я поняла, что мне интересно два университета. Один был в Лондоне, а другой был за Лондоном. И после переписки и общения больше, уже, соответственно, немного больше с учителями и преподавателями, которые там работали, я остановилась на том университете, который был за Лондоном. Но расстояние сначала меня немного испугало, потому что это было 40 минут на поезде. Но потом я поняла, что это вообще, это для Великобритании вообще не расстоянием. Поэтому достаточно скоро я собрала чемоданы. И, ну, сначала я написала письмо, соответственно, мне пришел ответ, что да, меня приняли. И я собрала чемоданы и поехала уже жить сюда. Я достаточно сразу решила, что я буду жить в Лондоне, хотя учеба моя была за Лондоном. То есть, как я уже сказала, 40 минут езды. Но это было мое такое рациональное решение и правильное решение, как я считаю. Потому что после Риги, Рига вообще город маленький, и, то есть, в принципе, до всего, наверное, можно дойти пешком. Ну, конечно, это относительно, да. То мне хотелось именно почувствовать, что такое, что это значит жить в большом городе. И что вот это вот Лондон, Мегаполис, Вах-Вах-Вах, Вавилон, да. Мне очень хотелось почувствовать, что же это такое. А вдруг бы мне понравилось. Но чудо не произошло. Я, так как у меня уже был опыт проживания в других странах, в других городах, то я поняла, что спешить, наверное, не стоит. Потому что, в принципе, конечно, каждому человеку важно найти вот эту гармоничную точку. То есть, когда у тебя всё хорошо с людьми, которые вокруг тебя, то есть, у тебя там какие-то тусовки, отношения, культурная жизнь, когда у тебя есть востребованность по специальности, то это, в принципе, делает любое место, наверное, хорошим, да. Поэтому я дала сама себе вот этот год почувствовать, что же это такое. И так как уже прошло далеко не год, а гораздо больше, я могу сказать, что Лондон, действительно, он лично для меня оказался специфическим. Мне было непросто в нём жить, в том плане, что первое, наверное, что мне вот так вот расстояние. Потому что, опять-таки, ну, я, видимо, ребёнок, дитя небольших городов, да, и для меня всё-таки это неприятный шок, когда вы живёте с человеком в одном городе, допустим. Но чтобы доехать до него, тебе надо четыре часа ехать. И это раздражает. То есть, по сути дела, Лондон, ну, если ты, конечно, не живёшь в центре там, совсем в центре, да, но если ты живёшь, как я жила, в последнее моё место, квартире, где я жила, это была пятая зона. До центра города на метро было полчаса, то есть, в принципе, очень даже просто, даже меньше, наверное. Но вот было такое чувство, что я живу не в Лондоне, а какие-то посёлки, извините. То есть, тут посёлок, тут посёлок, тут. То есть, много-много мелких городков, да, и ты не чувствуешь вот себя частью города всего. И поэтому меня это вот как-то вот почему-то раздражало. Ну, наверное, как я уже сказала, это потому что я из небольшого города сама, да, изначально. То есть, если бы я была из мегаполиса, допустим, из Москвы, то, может быть, для меня это было вообще не проблема. Это даже, наверное, даже бы разницы не почувствовала. Но в Риге, по сравнению с Ригой, это было для меня, конечно, не очень приятно. И просто потому, что вот эти расстояния ты не можешь посвящать себе ещё чему-то. То есть, люди на самом деле не находят время на какое-то хобби. Хобби вот именно не просто дорогое в плане оплаты, но дорогое в плане времени. То есть, доехать куда-то, приехать куда-то. То есть, всё очень локально. Если в Риге, допустим, ты мог сказать, окей, там вот лучший преподаватель английского, вот он живёт на той стороне города. Не проблема, ты берёшь, едешь, да, ты доезжаешь, потому что это лучший преподаватель. Здесь, если лучший преподаватель будет с другой стороны Лондона, шансы, что ты доедешь, но ты должен быть очень целевыстремлённый. То есть, ты будешь полчаса, там не полчаса ехать, ты будешь три часа ехать в одну сторону, три часа ехать в другую сторону, и будешь под конец измотан и устал. То есть, это, наверное, было такое самое, почему меня бесило, вот, да, беденочень, так жёстко сказала, но это так. В какой-то момент мне это реально бесило. Я считаю, что если вот хорошо жить в Лондоне тем, у кого действительно с финансовой точки зрения вообще проблем нет, ну это, наверное, везде. То есть, если ты такой средничок, то немножко уже есть проблемы. Но особенно, когда у тебя семья, дети, ну опять-таки, я хочу, почему-то там моё личное мнение, потому что я знаю, что многие, наоборот, говорят, они вот именно в семье в Лондоне самое то, там всё доступно, всё, ну, наверное, то есть, опять-таки, это личное мнение каждого человека. Ещё один новый момент, который мне бы хотелось уточнить, точнее, рассказать, поделиться, это, естественно, само образование здесь, сам процесс учёбы. Я думаю, что никому не открою секрета, если скажу, что, конечно же, очень много студентов из разных стран приезжают сюда за учёбой. То есть, Великобритания, она уже давно-давно-давно прославила себя именно за счёт образования. И, да, есть очень много классных университетов, но не стоит забывать, что здесь это уже бизнес, и это очень ярко выраженный бизнес. То есть, здесь на студентах зарабатывают многие, и за всё надо здесь платить, за всё, да, то есть, понятно, что за образование, понятно, что за проживание, но с проживанием, допустим, я была удивлена, что очень часто во многих университетах, если ты хочешь жить, соответственно, в студенческом общежитии, то очень часто оно будет даже дороже, чем снимать квартиру где-то в центре Лондона. Ну, не в центре хорошо, но вот где-то более центральной, нежели... Допустим, мой университет, он предлагал общежитие, да, но я по ценам посмотрела, и я была удивлена, что, на самом деле, за такую же цену я могу снимать квартиру в Лондоне. Ну, не квартиру, комнату, да. Поэтому, конечно же, я выбрала Лондон, и вот я ездила в Лондон-Бетфорд, Лондон-Бетфорд туда-сюда, да. И, на самом деле, вот и мне еще повезло, и вообще считаю, что, конечно, это действительно здорово, что вот Евросоюз и все такое, потому что я приезжала, я платила точно такую же оплату, как и местные, то есть люди, которые здесь родились. Но я знаю, я вот разговаривала со своими знакомыми и друзьями из... которые не являются Евросоюзом, да, ну, допустим, из России, да, то они рассказывали, что, да, конечно, оплата вообще бешеных денег стоит, она чуть ли не в три, в четыре раза дороже, чем, вот, допустим, платила я. И казалось бы, когда человек платит такие деньги, ну, должны же какие-то быть бонусы, ничего подобного. Человек мало того, что платит вот такую стопку денег, так он еще платит за вот эти визы постоянно, что он не может работать, постоянно надо доказывать, что у тебя есть, грубо говоря, на что жить, да, то есть это... Они действительно не... они держат руку на пульсе, то есть они очень четко хотят контролировать вот всю эту миграцию в свою страну, даже студенческую. Ну, и вообще, наверное, стоит рассказать, с чем я сюда приехала. Мое первое образование — это Рижский технический университет, химфак. Я получила бакалавра. Потом я, как только его получилось, сразу побежала на... подавать документы на учителя ритмики танца. И я очень, конечно, мне очень нравилось. Это было непросто, но мне было очень интересно. Я даже какое-то полгода я проучилась на учителя немецкого языка, но это было полгода, и потом я просто четко очень почувствовала, что нет, я... нет, это совершенно не мое. И потом я, соответственно, переехала сюда, вот, получить магистратуру. То есть мой университет, который я здесь заканчивал, называется Бетфорта, университет Бетфорта. И он... сейчас скажу... направление называлось Community Dance Leadership — вольный перевод ведения общественных танцев. Ну, и вот и сейчас уже прошло сколько-то времени после окончания моего университета. И мне бы хотелось, конечно, сказать, что да, я не жалею, мне было очень интересно. Это действительно была, ну, скажем так, живая информация, то есть это не было, знаете, такое застолбированное что-то такое вечное, монолитное. Нет, это видно, что учителя постоянно сами как-то учатся, то есть это всё время что-то новое, и они делятся с тобой не как со студентом, а как с коллегой. И это было для меня лично, это был такой очень необычный, интересный опыт, и это было достаточно контрастно с моим университетом, с моим опытом, допустим, с нашей страны. Ну, это с Рикой. Я надеюсь, я всё рассказала. Если я что-то забуду по этой теме, то обязательно расскажу в следующих своих частях рассказа. Вот. Ну, если какие-то вопросы у вас будут, вы обязательно пишите, я постараюсь отвечать, но не обещаю, что я отвечу сразу, потому что, к сожалению, вот что-что скорость у меня страдает здесь. Поэтому, поэтому до новых встреч, и спасибо, что были со мной и слушали. Надеюсь, вам понравилось.